АПЛОДИСМЕНТЫ Прежде всего, позвольте мне выразить глубочайшую благодарность Его Величеству Императору Японии и Японскому правительству. За столь высокую награду. Александр Шнурко всю свою жизнь связал с Японией. По окончанию Дальневосточного государственного университета он остался в его стенах и преподавал японоведение. На вопрос, что подвигло к такому глубокому изучению Японии, признается дух романтизма. Сейчас трудно, так сказать, точно сказать, что двигало мною тогда, когда я поехал подавать документы. Наверное, я был немножко романтиком. А кроме того, Япония всегда привлекает молодежь своей необычностью, оригинальностью. Среди тех, кто пришел на церемонию награждения, поздравить и поддержать виновника торжества, не только родные, друзья, коллеги и студенты профессора. Отметил особую важность и ценность дела таких людей, как Александр Шнурко и глава Владивостока Виталий Веркиенко. Он делает большой вклад в развитие международных отношений, изучение языка, его глубокого понимания с целью углубления, налаживания взаимоотношений России и Японии, в частности, Владивостока с Японией. И вот сегодня мне приятно отметить то, что это уже третий житель города Владивостока, который получил такую высокую награду. Национальные награды Японии в 2017 году во всем мире были удостоены всего 149 человек. И то, что золотые лучи ордена заблестели именно во Владивостоке и именно в год Японии в России, особенно символично. Ведь российский Владивосток встречает рассвет и смотрит на мир практически вместе с Японией. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на 8.